Неверующие многобожники, они испытывали особую враждебность к пророку Али Саратусам, проявляли вражду. Пророк Али Саратусам, когда совершил хиджру в Медину, то эта враждебность увеличилась. И если в Мекке была вражда со стороны неверующих, то здесь в Медине враждебность возникла со стороны неверующих, во-первых, со стороны иудеев, во-вторых, и со стороны мунафиков, то есть лицемеров, в-третьих. До хиджры, до переселения не было такого явления, как нифак, то есть лицемерие. А в Медине уже появилась эта категория лиц, которые демонстрировали. Они демонстрировали себя, как мусульмане, но внутри они таили неверие. Иудеи, они не один раз пытались убить пророка Али Саратусам. Они нарушили договоры, которые заключились. Они подложили яд в его еду. Они подстрекали Курайшитов и другие арабские племена к сражению против пророка Али Саратусам и помогали им, оказывали им содействие. Несмотря на это все, пророк Али Саратусам продолжал идти по пути призыва. Все это не отвратило пророка Али Саратусам от призыва. Пророка Али Саратусам обидели в отношении Абу Бакра. Обидели его в отношении его жены Аиши, обвинив ее в нечестии, распространяя разговоры о ее нечестии. Но Всевышний Аллах, Он не спасал аяты, в которых Он говорил о ее непричастности к греху. Каждый человек, который посягает как-то на честь Аиши, после того, как Аллах не спасал аяты о ее чистоте, такой человек обвиняет во лжи речь Всевышнего Аллаха. И такой человек является неверующим, и его неверие это большое неверие. Да, Аллаху Али.